Здравствуйте, я Елена Мир, психолог и парапсихолог, автор книг «Управляемые сны». Сегодня я хочу с вами поговорить о метле. Не поговорить, а рассказать, что такое метла изначально, что такое веник. И вроде бы это так все просто звучит, но начну издалека. Я не участвую, не состою ни в каких школах. Мне всегда хотелось объединить традиции. Если войдешь в школу, то как бы ты какую-то одну линию придерживаешься. Ну, так сейчас, я думаю. И поэтому я ищу исток самостоятельно. Я начала искать его в сказках, в легендах, в мифах. Вот сейчас идет проект «Сказки на ночь». Замечательный проект. И я давно хотела рассказать о метле, но вот произошел такой случай. Например, женщина захотела после чистки пространства, ей снится сон, что она запихивает метлу в стиральную машину. То есть там она не запихивается, да, там палку она убирает. Это о чем говорит? О том, что нужно поменять вот это орудие, да, то есть сжечь веник и купить новый. Ну, и дальше я подробнее расскажу. И другой случай, это уже на снабдении, когда я шлю сказки с заданием, да, прочитать сказку на ночь и узнать, ну, сказать намерение увидеть во сне то-то и то-то, да. И получается так, что женщина читала сказку, читала задание, а сделала все ее сестра. То есть сестра увидела сказку. Сказка необычная шляпница, и она увидела всех героев сна со шляпами. Почему так получилось? Это тоже касается метлы или веника. Изначально, да, что когда человек появился на земле и жил в пещере, да, он искал свое место. Место он находил, да. Это может быть пещера, это может быть еще где-то место. Что первым делом он делал? Он очищал это место, убирал всю грязь там, все, что не нужно ему убирал. И он мог начать постепенно применять вот метлу, вот это орудие, веник, там, прутик и все, что угодно. То есть что это на самом деле здесь, в нашем мире? Так мы убираем хаос из нашего дома, из нашего места обитания. Убираем хаос, структурируем таким образом пространство, да, очищаем его от грязи. Это на физическом плане, а на тонком плане мы можем также очищать наше пространство от невезения, от неудач, от болезни, от всего плохого. Также мы очищаем пространство. Недаром в сказках Баба Яга, Баба Яга это всегда образ, не то что страшный, она стоит на границе миров, у черты. И она летала на этой метле, то есть метла всегда была волшебным таким предметом. И поэтому вот то, что произошло, то, что бывает такое, да, учится жена там 5 лет, а муж за 2 месяца все это выучивает там какую-то информацию. Почему? Потому что мы имеем общие поля, если мы живем вместе, поля наши как бы соприкасаются. И мы обмениваемся таким образом энергией, знаем мы это, не знаем, но энергия наша растекается во всем пространстве и влияет на других людей, да. Мы друг на друга все время влияем. Поэтому также, если вы хотите, если вы видите, что у вас что-то не получается, да, задания не получаются, обучения не получаются, то может кто-то из ваших близких поглощает вот эту энергию, и вам ее остается мало. Но в силу вашей природы, может быть вы очень ответственны, сверхответственны, может быть вы сверхзаботливы, и поэтому вы отдаете, это есть в вашей природе. Но если вы хотите, чтобы такого не происходило, надо обмести ваше спальное место, да, или место рабочее обмести. Можно сделать так, как вот веник, пылесос, тряпка, да, швабра, метла, да, вот эти все предметы для очищения, мы их покупаем в магазине, то есть они проходят через чужие руки, это чужая энергия. Можно сделать собственный веник, можно сделать полынный веник, зверобойный веник, зверобоя, можно сделать из чернобыля, вот этот веник, можно из березы сделать, что вам приглянется, что внутри вас отзовется. Не надо много делать большой такой толстый веник, можно 5-7 веточек достаточно, а то и 3, то есть по-разному. Вы с благодарностью это срываете, вы срываете растение с намерением, да, для чистки, для очищения пространства. И физического, и тонкого. И вы тогда это в течение года используете. Использовав один раз, вы это сжигаете или выкидываете. То есть, почему вот приснился такой сон, что женщина запихивала эту метлу в стиральную машину. То есть веник, метла все на себя берет, берет эту грязь, не только физическую, но еще тонкую, энергетическую берет. И его надо очищать. Ну, сейчас можно его сжечь. И Новый год, на Новый год сжигают. В общем, когда смена сезонов, когда волшебное время, как бы сжигаются. Вот эти все атрибуты. И вы новый применяете веник. А конкретно об обрядах я сделаю отдельный ролик, что можно делать с этим веником. Для психолога, конечно, это вариант, как по Фрейду. Женщине приснилось, что она летает на метле. Это вариант по Фрейду идет. Но это гораздо более глубокий смысл у того, что очищает ваше пространство физическое. То есть вы метите свою территорию, метите свое место метлой. Поэтому мести и место это все близко. Поэтому вы свою территорию ограничиваете. Так же, как вы ограничиваете, например, сказали, это мое место для сна. Создается образ, место. И этот образ имеет тонкие границы. Поэтому какое намерение вы вкладываете, то и происходит. Так и получается. Будьте ко всему внимательны. Всего доброго, удачи. С вами была Елена Мир.